Поддержать, когда опускаются руки, и подставить надежное плечо. Врачи, медсестры и психологи отделения палеотивной помощи умеют это, как никто другой. Палеотивными признаются пациенты, которым не показана специализированная помощь, то есть люди, которых излечить невозможно. В первую очередь таким больным оказывают симптоматическую терапию. Ее основная задача – снизить боль. Также врачи применяют и медикаментозную терапию. Препараты снижают тошноту и психологическое напряжение. На самом деле именно важна вот эта вот поддержка со стороны медицинских работников, со стороны психологов, чтобы облегчить их состояние в те последние промежутки времени, которые остаются. Сегодня в регионе 70 подразделений палеотивной службы. Большинство пациентов – онкобольные. Остальные – люди с заболеваниями неврологического и кардиологического характера, пациенты с ВИЧ-инфекцией и с последствиями туберкулеза. По словам заведующей выездной патронажной палеотивной медицинской помощи Эльмира Акамовой, палеотив – это не только медицинское сопровождение пациента, это постоянная борьба. Те пациенты, которые уже имеют ограниченные ресурсы специализированного лечения, но не забываем, что специализированное лечение бывает и палеотивное. То есть пациенты могут получать хирургическое лечение, какую-то учевую терапию, химиотерапию, в том числе и будучи в палеотивном статусе. Несмотря на прогрессию, несмотря на то, что есть поражение каких-то других иных органов, они могут в дальнейшем еще бороться. Важную роль для пациента со статусом палеотивной играет психологическая помощь. Медики оказывают ее и родственникам заболевших. В зависимости от того, в каком состоянии находится пациент, какая у него семейная ситуация, врачи подбирают разные методы работы. Это может быть только психологическое сопровождение или работа психолога и психотерапевта в комплексе. Я считаю, что психологическая поддержка нужна абсолютно на всех этапах лечения, в каком бы состоянии эмоционально, в каком бы состоянии физическом пациент не находился. Это очень важный блок, который влияет в целом на прохождение лечения, на самочувствие, на настроение, климат в семье и так далее. Сейчас в областном онкологическом диспансере работают как врачебные, так и фельдшерские бригады. Открыт кабинет палеотивной помощи для пациентов, которых доставляют в диспансер. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События.